Правда ли то, о чем пишут газеты сегодня? Ты прекрасно понимаешь, что мы не планировали рассказывать зрителям об этом так, хотя, в общем, мы никак не планировали. Но так вышло, что да, действительно, это правда. С Нового года я перестаю работать главным редактором «Дождя». А кем ты будешь работать с Нового года? С Нового года я буду заниматься своими собственными проектами. Общее название вот этого моего нового проекта «Свободная история России». И это будет, я надеюсь, очень большой, очень сложный, такой мультимедийный и кроссплатформенный, не пояс я этого слова, проект. Он будет в основном, это будет в основном интернет-проект. Я собираюсь продолжать писать книги на историческую тему, но самое главное, что это будет, на мой взгляд, принципиально новая форма разговора об истории. Это будет новый формат, который будет понятен и интересен не тем людям, которые привыкли и любят читать книги или слушать лекции. Это попытка совсем по-новому рассказать про то, что с нами произошло, ну, скажем, описать не Москва-центричную, не государе-центричную, не государство-центричную историю России. То есть это будет история, это будет такой сериал, грубо говоря, про жизнь российского гражданского общества и про то, как вообще, что на самом деле происходило в нашей стране все время ее существования. То есть ты немножко персонаж фильма «Гараж», который говорил, меня слабо интересует настоящее, предпочитаю копаться в прошлом. Неожиданно для человека твоя биография. Но, похоже, так и есть. Тебя больше история интересует, чем новость ты сейчас? Мне кажется, что, во-первых, это все напрямую связано. Моя историческая книга «Вся кремлевская рать», она с одной стороны историческая, с другой стороны она напрямую о том, что происходит сейчас. И потом, мне кажется, что очень трудно общаться с людьми и заниматься их постоянным информированием, при том, что у них совершенно разное восприятие новостей. У них нет, на мой взгляд, какого-то исторического восприятия. Наши сограждане часто привыкли к тому, что их с детства учили, что в России всегда от людей ничего не зависело, в России всегда как решат наверху, так и будет. Мы знаем, что все предопределено, и испокон веков так и было, и нечего пытаться поменять. На самом деле, мне кажется, все наши новости растут из этого убеждения. На самом деле, это все было не так. Просто, мне кажется, что, к сожалению, многие историки, которые с детства формировали наше представление о нашей стране, нам врали. Ну, или просто, поскольку они были на службе в государе, они исказили картинку. То есть, правильно я понимаю, чтобы понимать новости, нужно знать историю и понимать ее по-другому. Этим ты решил заняться? Просвещение? Да, это скорее просвещение. Как же то, что ты чувствуешь, уходя с дождя? Сейчас зрители смотрят, и у них все равно вопрос. Ну, почему? Почему нельзя было то же самое на дожде делать? Это очень сложный вопрос. Я могу рассказать нашим зрителям, что вообще-то мы планировали поговорить на эту тему в эту субботу. И всем коллективам мы, я, наш гендиректор Наташа Синдевев, мы собираемся в эту субботу для того, чтобы обсудить планы на следующий год. Ты еще не придумал ответ. Я? Нет, потому что это правда очень тяжело. Это очень эмоционально тяжело. чтобы говорить и с коллегами, и тем более с телезрителями. Я не расстаюсь с дождем, потому что невозможно так отказаться от части себя. Я не ухожу с дождя окончательно. Я надеюсь, что я буду здесь как минимум делать программу. Я по-прежнему считаю всех людей, которые работают на дожде своей семьей. И я надеюсь, что люди, которые смотрят дождь, тоже наша с ними близость, которая, как мне кажется, возникла, она сохранится. Несмотря на то, что большую часть своего времени я буду проводить не на дожде. Но просто пять с половиной лет – это такой весомый срок. Мне кажется, что вообще правильно, когда ответственный руководитель ограничивает свое пребывание у руля каким-то усеченным сроком. Это очень сложное, очень болезненное решение. Но мне кажется, так правильно. Это правда нужно для... Не будет выборов. Кто будет новым главным редактором? Во-первых, конечно, кто будет новым главным редактором, зависит от Натальи Синдеевой. Она, я знаю, наверняка сейчас находится в раздумьях и в поисках. И я не знаю, что она думает сейчас на эту тему, что она будет думать через месяц, когда я перестану работать главным редактором «Дождя». Я уверен, что она примет какое-то важное и правильное решение. Я точно знаю, что один человек, которого я люблю и уважаю, будет возглавлять все ближайшее время информационную службу «Дождя» и не даст дождю засохнуть. Этого человека зовут Мария Макеева. Маша, это ты! Ура! Спасибо. То есть ты мне передал бразды? Ну, они у тебя всегда были. Ты видишь, у тебя микрофон. Поэтому у нас с тобой был прекрасный творческий тандем все эти годы. Я убежден, что наш, в общем, творческий союз и наша общая семья продолжат сочетать и дальше. Спасибо. 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 Спасибо.